Вадим Николаевич, почему ваша компания решила подарить детям вот эти светоотражатели и почему вы такие акции проводите? Ну, потому что нам не безразлична судьба детей нашего района и в целом, наверное, да, по стране даже. Ну и хочется, чтобы детишек было и на дороге видно и поменьше было все-таки случаев аварийности с детишками. Ну, чтобы вы еще сказали другим компаниям, может быть, вы бы как-то, то есть вы показываете первый такой пример вообще в Кингисепском районе, который никто не просил, просто вы сами изъявили такое желание. Другим компаниям, ну, на свое усмотрение, ну, считаю, что такие акции надо проводить периодически. Добрый день. Как вам уже понятно, что если к вам пусть в ваш дом пришли инспектора ГИБДТ, значит, речь пойдет о актуальности соблюдения правил дорожного движения. Мы с вами уже встречались, говорили об этом. Вы все знаете, что наша жизнь и здоровье во многом зависит от нас. И соблюдение правил дорожного движения – это одна из важных частей в нашей жизни, потому что мы сталкиваемся очень часто. Переходим дорогу, где-то находимся рядом с дорогой, и чтобы не попасть в какую-то неприятную ситуацию, мы обязательно должны соблюдать правила дорожного движения. Переходить правильно пешеходные и переходные. Вот сегодня у нас мероприятие, которое посвящено теме «Встань Заметней на дороге». Мы сегодня пришли не одни, мы пришли с нашими друзьями, которые участвовали в разработке светоодорожающих кликеров, которые помогут вам быть заметней на дороге. Вы прикрепите эти кликеры к своей одежде, к рюкзачкам, к сумкам, и водители, приближаясь к пешеходным переходам, регулированным, нерегулированным, будут видеть вас издалека. И тем самым не произойдет какой-то неприятной ситуации на дороге. Я вам всем желаю здоровья, соблюдения права дорожного движения, и во многом в вашей жизни здоровье зависит только от вас. Носить эти светоотражатели, они обеспечат все-таки вашу безопасность, как на дороге, в темное время суток. Ну, в принципе, я думаю, что вы будете их носить постоянно. И в присутствии вас мы хотим поблагодарить Вадима Николаевича за предоставленные вам эти светоотражатели. Выразить ему благодарность, я думаю, что вы тоже нас поддержите. Спасибо. Вот так можно надеть, а можно привязать и сюда. Можно сюда привязать. Или к портфелю. Или к рюкзаку. Да. Ну и насчет светоотражающих элементов мы еще раз с вами помним, что их обязательно необходимо носить на рюкзаках, на курточках и ни в коем случае не прятать, карманы не убирать. Хорошо? Да. Скажите, пожалуйста, у нас нет в стране такого закона, что все обязаны носить вот осенью, зимой вот эти светоотражатели. Они находятся вне населенного пункта обязательно в городе еще ночью. Ну, хотелось бы, как вот в Эстонии, там постоянно, может быть, и это, я считаю, тоже хорошее дело, что действительно снижаются аварийны, любят машины, видят люди. Как я говорю, на улице темно, одежда, как правило, у нас осенью почему-то тоже темного цвета, и поэтому светоотражающие элементы необходимы. По итогам 11 месяцев на территории Кисепского района наблюдается аварийность с детьми. В целях профилактики безопасности, для профилактики безопасности дорожного движения мы проводим акцию «Встань за ней». И мы очень благодарны компании «Транстрой», в частности, директора Владимира Николаевича, за ту работу, которую он провел, то есть приобрел светоотражатели для практически всех школ, начальной школы районной. То есть это огромная работа, мы ему очень благодарны, особенно сейчас, когда финансовая нестабильность у нас в стране, люди выделили деньги и приобрели безвозмездно вот эти стики. Я надеюсь, что и другие предприниматели пойдут по этому же пути и будут сделать это благое дело безвозмездно, передадут детям районам. Мы готовы работать не только с детьми, мы готовы работать и с пожилыми при наличии этих флиперов, и с водителями, лишь бы как-то привлечь общественность к вопросам безопасности, заставить задуматься как водителей, так и пешеходов в данном направлении. Ну да, мы сами присутствовали и на разных авариях, когда люди погибали, только из-за того, что их не было видно. Пешеход переходил дорогу слева направо, очень темно, не видно, не по пешеходному переходу, и водитель совершил наезд на пешеход. Убегал дорогу вот оттуда, из темноты, и я ее даже вообще не видел, только увидел, удар ощутил, и я сразу натормозаю, и человек, когда уже упал, увидел, что это человек. Прям вот один шел в стопу, в темноте, я его вообще даже не видел, и получилось вот так. Ну, и, соответственно, вы поэтому и работаете, то есть, чтобы предупредить такие происшествия. На данный момент, в Кингиселе более-менее заменено освещение, то есть, основные улицы все-таки имеют освещение. Ну, недавно прошли изменения в правилах дорожного движения, где четко сказано, что вне населенного пункта пешеход обязан иметь светоотражатели. Вот. Поэтому наша акция сейчас направлена в первую очередь детям Кингисебского района. Сегодня уже выданы вот эти светоотражатели в Кустомежской, Акулевской, Фрилеевской и Потельской школе. во всех силах прочитать ШУМ НАТВИОСООН КОНЕЦЕВСЕСНЯ КОНЕЦЕВСЕСЬ ЭЦЕРИГЛИЙ НАТВИОСОН ВЕЧЕЛЬНО ВЕЧЕССЬ Субтитры создавал DimaTorzok